Спасибо вам всем, что вы сюда пришли, несмотря на такую рань и автопати, и субботу, которая вот только что закончилась. Меня зовут Юра Мельничек. Я вообще по образованию и раньше по профессии программист. Наверное, программистов бывших не бывает. А вот поднимите, пожалуйста, руку, кто еще в зале программисты. Ого, очень хорошо. Вот тогда, мне кажется, что очень релевантный будет доклад именно для вас. Я, в общем, работал как-то программистом, а потом решил, что это, в общем, ну не то чтобы не мое, но мне хочется попробовать сделать свой стартап. Вот. Ну что значит сделать свой стартап? Я нашел других друзей программистов, и вот мы пошли в 2010 году пилить приложения. И вот эта история о том, чему я научился, оказалось, что просто сделать приложение недостаточно, что его там как-то нужно еще продвигать, оказалось. И вот эта история, вот про все про это. Скажите, пожалуйста, а есть ли в зале кто-нибудь, кто вообще имеет какое-то отношение к мобильным приложениям? Ага, очень хорошо. И вот тогда еще последний вопрос на сейчас. А кто бы вообще мечтал когда-нибудь там потом, в будущем сделать какое-то свое дело? Может быть. О, класс. Здорово. Ну так вот, у меня был такой личный план. Я когда уходил работать из Гугла, я решил, ну значит, что надо. Надо найти идею, идею такого продукта, чтобы он был хороший, полезный, нужный людям, и чтобы я мог его сам запилить. И вот для меня такой идеей были оффлайн-карты. Это карты, которые работают без интернета. Вот. Дальше я пошел, поговорил с друзьями, нашел еще несколько сумасшедших, как я. Часть из нас там, включая меня, мы продали квартиры, все ушли с работы и вот начали делать то, что вот стало Maps.me. Кто вообще слышал Maps.me? О, класс. Вот ребята, которые не слышали, это вообще суперские оффлайн-карты, можете потом поставить. Вот. И, в общем, мы сделали, и оказалось, что, в общем, план был потом разбираться как-то по ходу дела, и оказалось, что по ходу дела придется разбираться. Вот. И вот то, с чем разобрался, это вот история моего сегодняшнего рассказа. Ну, вообще, давайте для начала поговорим про то, какие бывают бизнесы. Вот я для себя так думал. Прежде чем начинать делать проект, ну, вот что можно делать? Ну, вот самая простая идея, можно делать аутсорс. Аутсорс. Но аутсорс – это вот почти как работа, а я же хочу сделать свой бизнес, чтобы не работать. Поэтому я для себя как-то этот вариант сразу вычеркнул – делать аутсорс-компанию, потому что там все равно нужно будет работать. Вот. А вот в двух других вариантах я думал, работать не нужно. Это делать продукт как B2B, то есть бизнес-то-бизнес, продукт для бизнеса. Ну, вообще, какие бизнесу нужны продукты? Вот что является полезным бизнесу? Очень просто. Вот другим бизнесам, компаниям полезно либо то, что помогает им зарабатывать, либо то, что помогает меньше тратить. Для бизнеса все остальное бесполезно. Вот. Либо B2C – это бизнес-то-клайнс, это продукт для конечных пользователей. Вот Maps – это продукт для простых людей, для конечных пользователей. Это вот B2C – то, на чем я остановился. И если для B2B важны продажи, это когда встречаешься один на один с клиентом и продаешь ему, потом встречаешься со следующим, продаешь следующему, то для B2C продуктов важен маркетинг, то есть взаимодействие не один на один, а один ко многим, отношение с клиентами один ко многим. Вот, собственно говоря, то, чему пришлось научиться, пока я делал Maps. Ну, вообще, давайте поговорим, кто слышал термин «юнит-экономика». Поднимите руку. О, класс, целых два человека слышали. В общем, это экономика в пересчете на единицу проданного товара или на единицу продукта. Продукт может быть бесплатный, может не продаваться. Ну, вот в пересчете на единицу продукта. И вот чем замечательна юнит-экономика? Тем, что в ней легко формулировать бизнес-планы, и видно вообще, что проект полетит или не полетит, а если не полетит, какие будут проблемы. Вот. Ну, и золотое правило юнит-экономики – это то, что LTV – lifetime value, то есть суммарно сколько продукт принесет на одного клиента. Должно быть больше, чем суммарные затраты на одного клиента и больше, чем стоимость привлечения клиента. Соответственно, если мы возьмем LTV, вычтем суммарные затраты LTC, вычтем CPA, cost per acquisition, сколько стоит привлечь клиента. И умножим это на количество клиентов. А в B2C бизнесе можно делать допущение, что количество клиентов потенциально стремится к бесконечности. Вот если это все устремить к бесконечности, то вот можно вообще считать, продукт полетит или не полетит. То есть, допустим, часто не летит, потому что стоимость привлечения клиента больше, чем можно с клиента заработать. Вот. Ну, еще надо отметить, что для айтишников вообще часто бывает, что стоимость затрат на дополнительную единицу продукции, она равна нулю. Вот. Я делаю мобильное приложение. Вот выложил приложение в Store, после этого, когда еще где-то один человек скачает приложение, какие у меня от этого затраты? Ну, почти нулевые. Почему почти? Ну, может быть, кто-нибудь когда-нибудь напишет в support письмо, и мне на это письмо придется ответить. Но вот так, если пересчитывать на единицу скачанного приложения, эти все затраты, они почти нулевые. Вот. Значит, если бы я делал B2B бизнес, я бы делал по следующему такому очень упрощенному бизнес-плану. Я бы постарался найти какую-то идею. То есть увидеть, что вообще нужно бизнесу. Что значит, что нужно, это за что бизнес готов платить. Я бы пошел, поговорил с несколькими представителями бизнеса. Допустим, продукт для автосервиса. Поговорил бы с несколькими владельцами автосервисов. И сказал, вот скажите, вот эта проблема ваша решает продукт или нет? Но что значит решает проблему для бизнеса? Это значит, вы готовы за это заплатить или нет? А что значит готовы заплатить? Это вы даете предоплату или не даете? Вот. И если нашелся такая, нашлась такая идея, за которую люди прям готовы давать предоплату, то вот можно оценить, сколько таких вообще людей, которые готовы это делать. Ну и браться делать. А вот с B2C бизнесом все интереснее, как мне кажется, и сложнее. И идея та же самая, что важно сделать что-то полезное людям и потом научиться на этом зарабатывать. Но вот я убежден глубоко, что намного сложнее что-то сделать очень полезное большому количеству людей. Знаете, вот как есть в Google принцип зубной щетки. Это принцип, какие новые проекты имеют смысл запускать. Если этим проектом может пользоваться почти каждый человек на Земле в среднем полтора-два раза в день, то вот это прям очень хороший проект для запуска. Ну и дальше давайте, поскольку я занимаюсь только мобильными приложениями, все, о чем я дальше буду говорить, это все будет исключительно про мобильные приложения. Кстати, хочу сказать, что дальше будет секция вопросов. И тот, кто задаст лучший вопрос, получит бумажную книжку от Google про продвижение мобильных приложений на Google Play. Вот. Значит, чтобы оценить вообще, полезно мобильное приложение или нет, имеет смысл задуматься о том, сколько люди вообще суммарно проведут времени вот как человечество в вашем мобильном приложении. И еще это тоже важный показатель, потому что вот для мобильных приложений есть всегда самый простой способ зарабатывать, это вот вставить рекламу. Если нельзя придумать, как зарабатывать, ну, можно вставить рекламу, ну, как-нибудь по-умному. А выгода от продажи рекламы, она тоже зависит от того, сколько суммарно все вместе люди проведут времени в приложении. Вот давайте попробуем это оценить. И вот это удобно расписать еще на множители, на следующее, вот суммарное время, которое вот все человечество приведет в вашем мобильном приложении, расписать как I, количество человек, которые ваше приложение установят, умножить на retention, сколько из них останутся пользоваться приложением, умножить на daily usage, сколько в среднем в день будут пользоваться, там, один-два раза, это супер, ноль-один раз, ноль-ноль-один раз, умножить на среднюю длину сессии. И вот видно, что если увеличить какой-то показатель в два раза, то, в общем, суммарное время всего человечества, которое, все время суммарное, которое человечество придет в вашем приложении, если какой-то параметр в два раза увеличит, то оно удвоится. И вот, допустим, видно, почему Facebook такой залипательный. Потому что вот количество инсталляций, у них уже приближается количество вообще населения мирового, у которого есть смартфоны. Из них процент, который пользуется Facebook, тоже близок к 100%. Дневное использование, они вот прям вообще пытаются увеличить, как только можно, когда какой-то ваш друг пишет, вам присылает там пуш-сообщение, там, слушай, вот Вася только что написал на Facebook, нужно посмотреть. И, соответственно, единственный параметр, который они все еще могут увеличивать, это среднее время сессии, то есть такая залипаемость в приложении, насколько можно в приложении за один сеанс, сколько там можно потратить времени. Вот. И сейчас давайте дальше поговорим про этот параметр I, то есть как привести инсталляции в приложение. И вообще, обычно, вот что такое стартап? Стартап – это бизнес в поиске бизнес-модели. Обычно есть, часто бывает ситуация, вот у нас была такая ситуация, когда есть продукт, понятно, что продукт полезен, а как зарабатывать еще непонятно. И вот мы в свое время, вот прям первую недоделанную версию продукта, который нам казался полезен, и потом оказался действительно полезен, мы выпустили как бесплатную версию, чтобы посмотреть, как люди пользуются, что они об этом думают, и для себя понять, как дальше развивать продукт. Поэтому вот я сейчас хочу рассказать про способы привлечения пользователей, для которых вообще не нужны деньги. Вот вообще совсем. Для начала давайте вообще поймем, где вот ваше приложение на фоне всех остальных. Вот сейчас в Google Play и в App Store полтора миллиона приложений в каждом. То есть ваше приложение – это какое-то маленькое такое среди большого-большого моря вообще всех приложений. На самом деле здесь масштаб увеличен, он не соблюден, потому что если бы показывать это в реальном масштабе, то одно приложение занимает меньше пикселя экрана проектора. Вот чтобы было понятно. И вот в этом частичке меньше пикселя нужно выделиться и как-то привлечь внимание людей, не потратив при этом денег, раз мы говорим про самое начало. Но вообще есть бесплатные способы, которые работают. Вот самое, наверное, лучшее – это написать на блоге и форумы по теме вашего приложения, потому что там самая релевантная аудитория. Ну, для нас, для офлайн-карт, первым делом написали в блоге путешественников форумы про путешествия, про поездки, про какие-то туристические штуки, там, автомобилисты, форумы автомобилистов. Вот тут все про это. Хорошо работают сайты-обзоры приложений типа iPhone.ru или Product Hunt – это международный сайт на английском языке, куда выкладывают новые продукты, а с другой стороны, там, люди, которые, вот, любят, интересуются новыми продуктами, их смотрят и комментируют. Или вот Хабра-Хабра. На Хабра-Хабре нельзя написать, как бы, вот, ребята, смотрите, вот появилась новая классная прога, но можно, допустим, рассказать, как я ее делал. И из Хабра-Хабра тоже приходит много заинтересованных людей. Ну, это, кстати, маленький лайфхак. В Хабра-Хабре очень важен первый комментарий, потому что вот он задает тон всей дискуссии из-за того, как построен вот сам форум. Поэтому очень хорошо, когда первый комментарий положительный. Я вам советую найти какого-нибудь хорошего друга, чтобы он за несколько секунд прочитал статью и что-нибудь хорошее написал. Когда мы запускались, такого хака я не знал, но один мой очень хороший знакомый его знал и сам, вот, честно, прочитав статью, сразу же написал первый классный комментарий. И дальше вот это, как бы, задал в такой позитивный том дискуссии. Много на YouTube каналов с обзорами приложений, которые совершенно бесплатно рассказывают про новые апы. Если у вас хорошее приложение, то точно стоит туда написать. Очень здорово, если сам продукт становится полезнее, когда им пользуются другие люди. И тогда люди начинают приглашать других людей. Вот, мессенджеры. Клево в мессенджере, когда друзья им тоже пользуются. Или же хорошо, когда в продукте есть какие-то такие виральные механики. Ну, например, я вот недавно ездил в Сан-Франциско, познакомился с одним товарищем, он говорит, слушай, а ты знаешь, я сдаю комнату, и она получается дешевле, чем останавливаться в отеле. Вот если хочешь, зарегистрируйся на Airbnb, и тогда ты через Airbnb у меня сможешь снять комнату. Вот фактически, как бы, свойства продукта Airbnb делают так, что вот он мне советует не просто свою комнату, которую он стоит, но еще и продукт как Airbnb. И вот раньше, по крайней мере, очень хорошо работало, когда мобильное приложение запускается как платное, а потом цена сбрасывается до нуля. Когда сразу прибегают халявщики, люди, которые говорят, о, было платно, стало стоить ноль, надо скачать, попробовать. Это тоже дает первых пользователей. Самое главное, что вот, получив вот этих первых пользователей, можно посмотреть вообще, что они говорят про продукт, что они думают. И вот у нас, когда мы запустились, нас, во-первых, очень мотивировало, что как бы людям нравилось приложение, а с другой стороны, вот негативные комментарии, они обычно не просто там, у вас говно, а у вас вот плохо вот это, вот это. И вот можно вот прям брать вот это, вот это и исправлять. И как бы мы, наверное, несколько лет развивались, движимые, и до сих пор очень сильно развиваемся, движимые отзывами пользователей. Ну вот, про какие-то каналы получения, приемы получения первых пользователей я рассказал. А давайте вот построим диаграмму, как вот пользователь движется к вашему продукту. Вот он где-то услышал про ваш продукт. В соцсети, на сайте, в блоге, в форуме переходит на страницу продукта и потом скачивает приложение. И вот как бы становится очевидно, что очень важный переход – это когда человек со страницы продукта решает, скачать приложение или нет. Потому что огромное количество отсеется именно вот на этом моменте, и большинство людей, они так или иначе, прежде чем скачать продукт, попадают на страницу его описания. Поэтому очень важно ее сделать правильно. Что значит правильно? Правильно – это значит, чтобы было понятно вообще, что за продукт предлагается скачать. Ну давайте посмотрим, из чего она состоит. Она состоит из названия. В названии хорошо, когда название говорит, о чем продукт. Ну допустим, в Maps, это карты. Причем вот там часто можно в названии увидеть много-много-много разных слов. Это потому что люди вставляют ключевые слова. По словам из названия, приложение очень хорошо находится в магазине приложений. И вот как в старые времена в вебе было Search Engine Optimization, SEO, так вот сейчас для мобильных приложений есть такая тема, как ASO – App Store Optimization. Когда ключевые слова запихиваются в название, там допустим, карты, и потом по ним находится приложение. Иконка. Хорошо еще, когда иконка показывает, о чем приложение. Вот у нас иконка, мне она сейчас уже не очень нравится, потому что она осталась со старых времен, когда мы были про путешествия. Вот эта тема с картой, чемоданом, она очень про путешествия. А сейчас мы становимся как бы обычными картами, которыми удобно использовать не только в путешествиях, но и вообще как бы в обычной жизни. Ну вот собираемся ее поменять. Рейтинг. Очень много плохих, недоделанных приложений, поэтому большое значение имеет рейтинг. И вот именно потому, что рейтинг имеет большое значение, сейчас вот есть очень много приложений, которые спрашивают, а отметь меня там в магазине приложений. Кто встречал такие назойливые сообщения, там поставь мне пять звездочек? О, видите, почти все встречали. Вот это потому, что рейтинг очень важен. Скриншоты. А скриншоты обладают еще таким интересным свойством, что никто не читает текст, описание приложения, поэтому важно в картинках на скриншоте четко донести вообще, про что ваше приложение. И поэтому сейчас есть такая тенденция, основные топовые приложения, они прям текст напишут, крупным текстом про что приложение. Там Maps, offline-карты. Дальше я покажу про это. Ну, про описание тут говорить особо нечего, его никто не читает, поэтому Apple вообще его на первой странице не показывает. А Google там обрезает до одного приложения. Размер. С размером важная история. Больше 100 мегабайт или меньше 100 мегабайт. Потому что если размер приложения больше 100 мегабайт, то когда человек скачивает по 3G, выдается предупреждение, это приложение очень большое, оно тебе съест весь трафик, точно хочешь скачать. Это в iOS. А в Android такое предупреждение дается, даже если качаешь по Wi-Fi. И вот у нас недавно был баг, приложение внезапно стало больше 100 мегабайт. И резко мы не досчитались одной трети новых приходящих пользователей под Android, пока этот баг не справили. И еще есть такой фактор цена. Вот тут самое важное, она ноль или не ноль. Потому что приобретать кота в мешке очень как-то стремно, поэтому потребители сейчас все больше предпочитают не платить за приложение, не попробовав его. И поэтому как бы сами приложения, игры мигрируют на фремиум модели. То есть когда само приложение бесплатно, а дальше либо в приложении какая-то подписка, либо плата за что-то, либо реклама. Но само приложение бесплатно, чтобы облегчить первый вход в него, чтобы было больше соблазна со страницы продукта его установить. Вообще, когда человек попадает на эту страницу, он обладает таким очень низким кредитом доверия к продукту. И часто люди, как мне кажется, приходят в таком, знаете, полутупящем состоянии. Смотришь ленту, о, что-то какое-то приложение, ну пойду посмотрю. Так, ну что это вы мне показываете такое? И вот очень важно, чтобы вот эта страница, она могла работать с бессознательной частью мозга и очень просто донести сообщение. Вот это, вот такая-то штука. Ну вот просилка отзывов, тут маленький секрет, огромнейшее количество приложений его делают, спрашивают, а как бы ты оценил приложение? Если человек вводит от одной до четырех звездочек, то просит написать почему, и дальше это отправляют на почту, и дальше с человеком общается саппорт. Можно написать, слушай, вот эту фичу мы скоро реализуем. А если человек ставит пять звездочек, то его не спрашивают комментарии, а сразу отправляют на страницу магазина. Так делают сейчас огромное количество приложений, потому что вот этот хак, он позволяет сильно очень увеличить рейтинг. То есть недовольные уходят общаться с саппортом, а довольные как бы идут оставлять отзыв. Ну что с довольными пользователями говорить? Пускай они напишут в магазине, что они довольны. У нас есть, допустим, одни прекрасные конкуренты, очень-очень красивое приложение, но в команде два программиста они не очень заморачиваются с продвижением. Вот их скриншот и наш скриншот. Вот у нас, видите, очень крупно написано оффлайн-карты, даже чтобы в таком полусонном состоянии было понятно вообще, что за приложение. Это к самым первым скриншотам. А у них очень красивый продукт, но, в общем, со страницы этого непонятно. И вот скриншот, в общем, не рассказывает, что это на самом деле оффлайн-карта. Вот. Я еще раз хочу обратить внимание на эту очень важную формулу про то, сколько людей, сколько суммарно человечество проводит времени в вашем приложении. Мы поговорили про AI, про то, как провести больше инсталляций. Но еще, наверное, более важный вопрос – это вот R – retention, сколько людей остается использовать. D – daily usage, как часто в день пользуются. И T – среднее время длины сессии. И вот получив первых пользователей, первые десятки тысяч пользователей, можно померить, как эти пользователи ведут себя в приложении. И это, в первую очередь, зависит от качества продукта. И вот можно менять продукт так, чтобы эти показатели стали высокими. И когда они станут высокими, тогда начинать маркетинговую раскрутку приложений. Потому что, когда они низкие, это как носить, знаете, воду в решете. Там наливаешь, наливаешь, но она вся утекает. Туда приходят, приходят пользователи, но все убегают. Поэтому вот очень рекомендую следить за этими параметрами. Вот с самого начала. Для этого есть много систем аналитики, в том числе много бесплатных. Вот Flurry, Mixpanel, Countly и Google Analytics – это четыре самые-таки популярные. Еще есть там сотни-сотни других на любой вкус и выбор, которые показывают вот эти важные параметры, как ведет себя продукт, как это меняется со временем, как это меняется для новых пользователей, для старых, как это меняется для тех пользователей, которые эту фичу получили или не получили. И вот много-много всего. И еще, конечно, очень важно оботестирование продукта. Кто вообще знает, что такое оботестирование? Поднимите руку. О, класс, очень многие, почти все знают. Это когда вот есть два варианта, допустим, вот кнопочку «Купить» или «Вызвать такси». Лучше сделать красный, желтый или зеленый. Можно запустить и такой, и такой, и такой вариант, случайно пользователям показывать, и потом посмотреть, сколько нажимает, когда она красная, сколько когда желтая, сколько когда зеленая. И вот таким образом выбрать, что работает лучше. Это, знаете, даже вот есть в интернете гневное письмо дизайнера, который ушел из Гугла. На вопрос, почему он пишет, что, ну блин, дизайнер же ничего не решает. Вот рамку сделать 3, 4 или 5 пикселей толщиной я как дизайнер не могу решить. Это все равно нужно отправлять на оботестирование, и берется рамка той толщины, которая лучше всего работает. Вот. Ну а как бы я, поскольку сам инженер, мне очень нравится вообще такой численный подход ко всему, и к дизайну, и к продукту, и к бизнесу. Вот. Ну а про то, как увеличить эти параметры, это уже совсем другая история за пределами этого доклада. Наверное, последнее, про что бы я хотел рассказать, что вот интернет открыл уникальные для нас возможности, для айтишников. Можно, находясь где угодно, сделать продукт на весь мир. Вот мы делали Maps.me в Минске, а оказалось, что страна с самым большим проникновением, где больше всего людей пользуются нашим приложением, это Тайвань. И оказалось, что люди вообще пользуются по всему, по всему, по всему миру. Или вот если вы посмотрите на, допустим, игровые студии скандинавские, финские, шведские, норвежские, там большое количество очень крутых проектов, которые делают несколько человек. Там дизайнер-программист, несколько программистов. И вот часто можно встретить в интервью, когда их спрашивают, а как вообще так получилось, что вот у вас, вы сделали такой продукт. Они мне отвечают, знаете, там зима у нас очень долгая, 7-8 месяцев, делать особо нечего. Ну вот что делать? Вот мы делаем продукты. Вот. Вам повезло меньше, у вас зима совсем не 7-8 месяцев, но и у вас есть такая возможность параллельно с работой, параллельно с учебой или просто вот как бы сожгя мосты, как сделал я, чтобы победить прокрастинацию, сделать какой-то продукт, посмотреть, как он летит. И вот с этого процесса можно очень многому научиться. Вот. Спасибо за внимание. Значит, сейчас есть три возможности задать вопрос. Самая лучшая возможность – это прямо сейчас, потому что я тогда не смогу отмазаться, мне придется на вопрос отвечать. Возможность похуже, я буду в течение часа доступен, ко мне можно прийти, просто сказать «Юра, привет!» и заговорить. И совсем самая ненадежная возможность – это вот написать на этот e-mail, потому что я, к сожалению, не на все e-mail и не всегда быстро отвечаю, но тоже нужно написать и спросить. Вот. И самый лучший вопрос, который сейчас прозвучит, получит книжку про успех приложений на английском языке от Google. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вы сказали, что вам удалось избежать размера приложения более 100 мегабайт. Так? Да. У вас карта. Карта, по идее, очень емкий такой вариант. Как вы вообще добились? Да, очень хороший вопрос. Спасибо. Вот именно по этой причине, что карта занимает место, а нужно приложение сделать меньше 100 мегабайт, у нас как бы в самом приложении встроена такая обзорная карта мира с основными городами и основными дорогами. А дальше можно скачать детальную карту той местности, которая интересует. Спасибо за доклад. Вы сказали, что вам вначале пришлось заложить квартиру. Если не секрет, через сколько удалось отбить инвестиции? Продать квартиру, не заложить. Ну, в прошлом году мы продали проекты, стали частью Mail.ru Group. Ну, естественно, инвестиции отбились. Это произошло спустя почти 5 лет. Вот. Но квартиру я так и не купил с тех пор. Но уже потому, что, наверное, не хотел. Да, в Mail'u просторный офис, зачем квартира? Прежде всего, спасибо, было очень интересно. Вопрос такой. Как вы относитесь к покупкам внутри мобильных приложений, в частности, к покупкам, которые консюмебл? То есть, ну, это может быть больше в игрушках, конечно, но есть два мнения. Одни говорят люди, что эти покупки отпугивают пользователей, да, ну, в противовес тем покупкам, которые, ну, купил и навсегда, что называется. То есть, ваше мнение по этому поводу. Ну, вот про отпугивание. Если в приложении есть встроенные покупки, то на странице приложения появляется надпись, что это приложение содержит встроенные покупки. И вот эта надпись действительно, она снижает конверсию. Мы сами не мерили, но вот я знаю, коллеги из отрасли мерили и видели снижение конверсии. Вот. Если говорить про игры, вот как пишут там ребята, которые такими небольшими командами делают игры, которые хорошо полетели, часто можно встретить мнение, опять же, я сам игры не делаю, но тоже интересуюсь темой, часто можно встретить мнение, что работают встроенные покупки, но, как правило, реклама работает лучше. То есть, вот, допустим, можно посмотреть, об этом хорошо написали ребята, которые делают Crossy Road, такая достаточно известная игрушка. Вот у них там, у них так и не получилось, чтобы покупки делали столько же, сколько реклама. То есть, реклама приносит обычно больше. Вот что пишут разработчики таких казуальных игр. Но я бы в любом случае попробовал и там бы смотрел, как это работает. Вообще, знаете, вот мы когда делали стартап, у нас была такая парадигма, вот мы не делаем бизнес, а мы учимся делать бизнес. Поэтому штуки, которые нам приносят информацию, вот полетит, не полетит, вот даже не полетит, но если мы из этого что-то узнаем, мы как-то повышали им приоритет вот с основателями и считали, что вот разобраться в чем-то важнее, чем вот прям вот сразу с первого раза достигнуть успеха. Поэтому попробуйте. Юра. Спасибо за доклад. Действительно, надо обязательно скачать. Я там пытался все скриншоты перефотографировать, ну, все слайды. Очень полезно. Но все-таки хочется понять, если бы вы не продались Mail.ru, за сколько бы окупилось это все? Ну, можно вообще посчитать вот эту окупаемость ваших вложений? Или цель была продаться в итоге? Нет, цель была не продаться, но мы хотели сделать приложение максимально-максимально популярным, поэтому мы до продажи, ну, как минимум год или два года, мы были в принципе прибыльными, то есть мы как бы все себе платили зарплату, сколько нужно было. Но вот уже был такой азарт и драйв, и хотелось расти, поэтому мы всю прибыль опять вкладывали в продукт, то есть реинвестировали. Когда появлялись свободные деньги, увеличивали команду. Вот. И поэтому вот из-за этого азартного процесса, ну, как бы большее количество прибыли было опять реинвестировано в продукт. А реинвестировано эффективно? Или просто чтобы весело было? Ну, по факту оказалось, что не всегда 100% эффективно, но если вот так взять агрегированно, ну, по факту оказалось, что да, что вот из-за этого продукт очень-очень-очень сильно рос, и суммарная ценность его увеличивалась. Тогда попутно вопрос команда. Какой состав был команды? Кто были? Программисты, маркетологи были, там, дизайнеры. Можно вот небольшой? Ну, вот мы начали… Если это не секрет, Кирилл. Нет, это, конечно, не секрет. Вот мы начали, как бы, вот. Я подумал, ну, как? Ну, что, нужно сделать программу. Ну, кто нужен, чтобы программу сделать? Вот программисты. Есть у меня деньги платить? Нет. Ну, что значит? Надо их взять в долю. Ну, отлично. Пошел, поговорил с друзьями, говорил, а зачем вам эта работа? Давайте пойдем со мной. Вот. Мы что-то программировали. Потом оказалось, блин, так оно же выглядит вообще, как непонятно что. Нужен какой-то дизайн. Ну, вот начали искать дизайнера. Плюс, блин, а вот это непонятно, что же надо еще продавать. И вот нашли маркетолога. Вот. Это была какая-то такая начальная команда. Сейчас бы я, конечно, маркетолога и дизайнера брал бы сразу в команду. А вот, если брать момент самый поздний перед продажей, то у нас где-то было больше трети, от трети до половины людей в штате занимались маркетингом. Дизайнер по-прежнему оставался один. А все остальное, это были условно девелоперы, это либо программисты. Ну, тестировщика у нас, в принципе, не было, потому что мы сами же тестировали свой продукт. И очень много чего делали автоматизированными тестами. Максимально какие-то сутки стоят? Перед продажей максимально 16. Наверное, на пике в какой-то момент 17. Возможно, по-моему, так. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня к вам три вопроса. Первый более про маркетинг. Мы же говорим, как продать свое приложение. Как вы изначально анализировали рынок, что ваше приложение будет успешным? Именно. Это же, ну, такое двоякое соображение. Ты сделал проект, но вам удалось его продать. А если бы не удалось, ну, понятно, вы же как-то анализировали. Зачем вы его делали? Ну, это вообще очень просто. Если продукт полезен большому количеству людей… Нет, как вы это понимаете, что он полезен всем? Ну, я это так вот нечислено анализировал. Вот тогда я подумал, ну, блин, ну, мне это надо. Вот поговорил, кому-то еще это надо. Ну, это ваше действие. Маме своей я могу объяснить тоже таким простым языком, мам смотрел, когда нет интернета, а эта карта работает. Ей тоже понятно, друзьям понятно. Как-то так вот, по-простому. Понятно, что как бы с людьми говоришь, и оказывается, что, ну, интересно. Вот. Ну, и план же был вот дальше научиться, как это все продавать. Спасибо. Так, еще у меня вопрос. А как вы собираете обратную связь? Это такое, ну, тоже довольно трудозатратная вещь такая, что вот правильные отзывы собрать, и полезные для тебя, что ты можешь исправить в приложении. В большинстве случаев просто пишут, ну, твое приложение типа хорошее, и все, и восклицательный знак. Или твое приложение не очень, у меня оно упало. И что вы из этого там еще возьмете? Ну, вот, крэши, во-первых, можно собирать автоматически. Есть система для сбора крэшей. Ну, не знаю, как-то вот мы когда запустились, там в отзывах, в принципе, было понятно. Мы сами читали, вот сами основатели компании, мы сами читали все отзывы. Когда там пользователей не миллионы, нету просилки, поставьте, пожалуйста, пользователи, поставьте, пожалуйста, отзыв. Отзывов не так много. И просто, ну, мы все прочитывали каждый отзыв, анализировали, пытались понять, как бы, то, что человек и не устроило. Ну, я так понимаю, вы просто собирали отзывы, например, с App Store, с iTunes просто хорошо или плохо, и все. А вот так вот конкретно, что кто-то вам письмо написал, ну, чуваки, нам понравилось ваше приложение, ну, я типа тоже разработчик, я бы вам это посоветовал. Таких отзывов вы, ну, как бы, обратную связь такую не собираетесь. Тоже собирали. Ну, вот, понимаете, если приложение вот попадает в самую точку, если, допустим, какую-то сильную боль устраняет, то люди прям будут сами писать и сами предлагать и находить ваш e-mail и туда. Ну, вот, как-то, вот, у нас так получилось, что нам прям очень много людей писало. Общались, слушали. Что, у меня еще вопрос вот про эту переменную V. А можно как-то поподробнее узнать, ну, при каком значении вот этого V времени ваше приложение считается успешным, а при ком нет. И вообще, откуда вы его взяли? Я просто впервые слышу про вот такую величину. Ну, вот мы как-то просчитывали рекламную модель и вот оно родилось. Скорее, если говорить про успешность, то имеет смысл поговорить не про V, а вот про все четыре компонента. Сейчас переключалка заработает. Так. Опа. Вот. Ну, первое, количество инсталляций. Если все остальное хорошо, то на это можно инвестиции взять и наверное даже кредит. И в общем это все решаемый вопрос. Важны остальные три показателя. То есть вот полетит продукт или нет, понятно по следующим трём. Retention. Retention если у вас больше половины пользователей остается, это прям вообще очень-очень хорошо. Это как наверное у Facebook. Ну, у Facebook даже намного больше. Ну, вот половина это хорошо. Четверть это очень хорошо для мобильных приложений. Но если у вас на начальном этапе меньше четверки и вы еще немного вложили в проект, я бы подумал вообще продолжать стоит, не стоит продолжать. Но тут еще почему это так? Потому что в начале обычно в приложение приходят самые замотивированные пользователи, а чем дальше, тем все менее-менее-менее замотивированные. Поэтому retention как бы он будет снижаться. Поэтому первые пользователи, которые вы получите, это наверное кому нужнее-нужнее всего ваше приложение. вот это пожалуй самое важное. По частоте использования, ну вот оффлайн-карты, ну это же понимаете такая штука, у нас частота используется совсем как бы небольшая, то есть это что-то порядка там не знаю раз в полгода, вот как-то так. а время сессии, ну как бы я думаю, что даже на первом шаге это не так важно, а вот самое важное это как retention, люди, которые пришли не остаются и продолжают пользоваться, 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 пользоваться приложением или нет. Потому что допустим вот у нас первоначально люди продолжали пользоваться, но редко, и мы тогда когда начали добавлять там новые фичи в приложение, они стали, ну мы видим, что люди начинают все чаще и чаще пользоваться. Поэтому самое важное это retention и если вообще нужны конкретные цифры, retention меньше четверти не продолжать, retention больше трети прям вот очень круто обязательно делать. Я так понимаю вы каждый компонент отдельно рассматриваете и от этого исходите, а как бы общая величина, которую вы высчитываете это так вот условно указали вы равняется и 4 вот наших. Это сколько суммарно человечество проведет времени в приложении. Умножить это на коэффициент и можно получить сколько денег вы заработаете на рекламе допустим. Мне просто интересно вы выпустили приложение у вас одно значение вы высчитали вот по этой формуле потом что-то увеличивается потом начало уменьшаться вы на это обращаете внимание и потом что-то меняете в самом приложении. смотрите эта формула она агрегирована за все время за все время жизни приложения вот поэтому мы как бы не смотрим агрегировано на все время а смотрим на компоненты как каждый компонент вот меняется с выпуском новых фич с жизнью приложения по компонентам только смотрим. Спасибо за приложение, я тут спал вопрос немножко за вопрос. Оно меня спасало в таких трущобах, в которых можно было очень сильно заблудиться. Но вот такой вопрос, все-таки что было первым, курица и лицо? Пришло в голову идея создания оффлайн-карт, или вы сначала узнали про OpenStreetMap? Сначала, конечно, узнал про OpenStreetMap. OpenStreetMap это сообщество, как Википедия, только для карт, где все бесплатно создают карту всего мира, и любой может воспользоваться этими данными и бесплатно, и за деньги. И да, я сначала узнал про OpenStreetMap, и оказалось, что я вот сам из Беларуси, и оказалось, что в Беларуси карта OpenStreetMap вообще лучший. Google Maps, лучший Яндекс Maps. Вот, но естественно... Просто в дополнение, соответственно, вы просто упомянули, что пользовательская сессия, ну, это где-то раз в полгода. То есть это вы все еще рассматриваете кейс путешественника. Но люди, которые пользуются, ну, вашим прямым конкурентом в России, например, это Дубльгиз, они пользуются картой намного чаще. Я заметил подвижки в фичах вашего приложения, ну, особенно, когда вы открыли платную версию, некое сближение с тем, что имеется внутри Дубльгиза. Вот дальше планы по развитию продукта. Это попытка составить ему конкуренцию на постсоветском пространстве, или вы забьете и пойдете работать со всем миром, где Дубльгиза нет, и нет чего-то похожего. Вы очень наблюдательный человек. Я просто люблю MapsMip. Ну, много раз да. Значит, первое, раз в полгода это было, когда мы запустились. Сейчас уже, конечно, намного чаще, чем раз в полгода, когда в приложении появилось много других фич, которые полезны повседневной жизни. Вообще рынок всей России для нас меньше 8%. То есть вот у нас география прям очень-очень распределенная, вот просто по всему миру. Поэтому, как бы, какие-то там даже основные российские города, это небольшое пересечение с нашей аудиторией. В то же самое время, вот я лично и с основателем, и руководством LRO Group, мы верим, что в какой-то момент OpenStreetMap по качеству станет лучше, чем данные у Гугла, и лучше, чем у Яндекса, и лучше, чем у Дубльгиза. Эти данные бесплатны для всех. И вот, как бы, наша стратегия в том, что мы хотим быть самыми лучшими картами для OpenStreetMap. И помочь OpenStreetMap стать вообще самыми лучшими данными. Но при этом, да, идея очень близкая к тому, что делает Дубльгиз, только они сами собирают данные, это прям очень дорого. А вон там еще человек хочет задать вопрос. Нет, ребят, ну у нас уже закончилось время, там еще были люди, которые хотели задать вопрос. Сейчас будет перерыв, вы можете подойти к Юрию и все с ним обсудить. Он в течение часа обещал никуда не убегать. У него, правда, сегодня самолет, не завтра, а сегодня, поэтому он через некоторое время исчезнет, но в течение часа обещал. Да, час есть. Спасибо. Спасибо большое за внимание. Так, ну, чтобы мой личный байес убрать, я вот попрошу Максима Дорофеева сказать, кому достается книжка. А я просто либо… Проблема в том, что я могу либо вопросы оценивать, либо на них отвечать. А вот раз уж я отвечал… Я, конечно, все за… Вопросов хороших много, всяких интересных. Может быть, тот самый главный вопрос, их было три, вот мальчик оттуда спрашивал, сразу было видно, что вот интересуется, тема очень такая животрепещущая, и нужный ответ. Я думаю, что вот этому человеку книжка будет более полезной. Вот, хотя были не менее интересные вопросы. Давайте учим книжку туда. Спасибо. Книжка называется «The Secrets to App Success on Google Play». Ее можно бесплатно скачать где-то с сайта Google. Но это бумажный вариант. Вообще, на самом деле, хочется тоже два слова сказать по поводу всего этого. Я последние года два, наверное, регулярно слышу доклады, где люди рассказывают программистам, что такое бизнес. Меня уже вот серьезно это в зубах навязло. Куча информации в интернете, но когда программисты начинают делать стартап, они делают вид, что ее не существует. И каждый раз все наступают на одни и те же грабли. Никто не считает юнит экономику, никто не понимает, сколько стоит привлечение пользователя, что продастся, что не продастся, как вообще проверять. И всегда, давайте запилим еще одну фичу, и тогда точно полетит. Вот это подход программистов, вот так точно делать не надо. Если что, обращайтесь, в общем.